Про возглашение. Вы, спокойные московские жители, мастеровые и рабочие люди, которых несчастье удалили из города, и вы, рассеянные земледельцы, которых неосновательный страх еще задерживает в полях, слушайте. Тишина возвращается в сию столицу, и порядок в ней восстановляется. Ваши земляки выходят смело из своих убежищ, видя, что их уважают. Всякое насильствие, учиненное против их и их собственности, немедленно наказывается. Его Величество Император и Король их покровительствует и между вами никого не почитает со своих неприятелей, кроме тех, кои ослушиваются его повелением. Он хочет прекратить ваше несчастье и возвратить вас вашим дворам и вашим семейством. Соответствуйте же его благотворительным намерениям и приходите к нам без всякой опасности. Жители, возвращайтесь с доверием в ваше жилище. Вы скоро найдете способ удовлетворить вашим нуждам. Ремесленники и трудолюбивые мастеровые, приходите обратно к вашим рукодельям. Домы, лавки, охранительные караулы вас ожидают, а за вашу работу получат. Получите вы должную вам плату. И вы, наконец, крестьяне, выходите из лесов. Где от ужаса скрылись, возвращайтесь без страха в ваши избы в точном уверении, что найдете защищение. Лабазы учреждены в городе, куда крестьяне могут привозить излишние свои запасы и земельные растения. Правительство приняло следующие меры, чтобы обеспечить им свободную продажу. 1. Считая от всего числа, крестьяне, земледельцы и живущие в окрестностях Москвы могут без всякой опасности привозить в город свои припасы, какого бы роду они ни были. В двух назначенных лабазах, то есть на маховую и на охотный ряд. 2. Оные продовольствия будут покупаться у них по такой цене, на какую покупатель и продавец согласятся между собою. Но если продавец не получит требуемую им справедливую цену, то волен будет повезти их обратно в свою деревню, в чем никто ему ни под каким видом препятствовать не может. 3. Каждое воскресенье и середа назначены еженедельно для больших торговых дней. Почему достаточное число войск будет расставлено по вторникам и субботам на всех больших дорогах в таком расстоянии от города, чтобы защищать те обозы? 4. Таковые же меры будут взяты, чтобы на возвратном пути крестьянам с их повозками и лошадьми не последовало препятствие. 5. Немедленно средства употреблены будут для восстановления обыкновенных торгов. 6. Жители города и деревень и вы, работники и мастеровые, какой бы нации вы ни были, вас взывают исполнять отеческие намерения Его Величества Императора и Короля и способствовать с ним к общему благополучию. 7. Несите к его стопам почтение, доверие и немедлите соединиться с нами. 7.預備